Приветствую, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. У меня была привилегия лично познакомиться с Катрин Кульман. Я видел в ее жизни две основные вещи. Во-первых, огромнейшее количество чудес, то, что я никогда больше не видел в жизни. И, во-вторых, она имела очень близкие отношения с Духом Святым. Такую дружбу с Ним, что даже по сей день я слышу ее слова. Не огорчайте Духа Святого. Он все, что у меня есть. Мой сегодняшний гость в таких же близких отношениях с Духом Святым, как когда-то была Катрин Кульман. Он утверждает, что может научить этой близости вас. А вы хотите иметь с Ним такие же близкие отношения? Я хочу! Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Можем ли мы слышать голос Бога сегодня? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Дэвид, вчера вечером ты прислал мне сообщение. Ты был в таком восторге, что зажег и меня. Ты служил здесь, в Шарлотте, и произошло потрясающее чудо. Расскажи об этом человеке. Я решил послужиться в этом городе, раз уж я сюда приехал. Мы приехали в городок Вейкфорест на служение, на котором Дух Святой двинулся мощным образом. Слава Божия была осязаемой. Я даже думал, что нам явится облако, которое мы видим время от времени. Пребывание Бога было таким реальным и осязаемым, что люди начали получать исцеление. В конце зала стоял мужчина и поклонялся. Господь проговорил ко мне, я хочу исцелить этого мужчину. Я знал глубоко внутри, что этот мужчина будет исцелен. Но я не знал, чем именно он болен. Я вызвал его вперед. Пока он выходил, я заметил, что у него что-то на шее, и что его рука не шевелится. Он рассказал, что рак съел определенные части его тела, и врачам пришлось удалить мышцу, которая позволяла ему поднять руку. Вся церковь может рассказать об этом. Они были с ним на конференции недавно, и он всю конференцию поклонялся с одной поднятой рукой, а другая была опущена вниз. Я молюсь во имя Иисуса о вашем полном исцелении. И когда я возложил руки на него, я ощутил то, что ощущаю порой. Иногда это как электричество, иногда сильное тепло, но я чувствовал осязаемую силу Божию и знал, что с ним в данный момент что-то происходит. И вдруг этот мужчина поднял обе руки вверх. Но у него ведь не было целой мышцы. Да, это было невероятно. И он показал это всей церкви с огромной радостью. Итак, он поднял руку, это хорошо, но потом я уточнил, что именно с ним было не так. И он начал в подробностях рассказывать. Он сказал, что рак съел части его тела, и ему пришлось удалить мышцу руки. И эта мышца теперь была в его шее. Пастор подтвердил его слова. Ты знаешь, порой люди выдумывают. Это чудо видел пастор и вся церковь. Все были в огромном изумлении от увиденного. И когда люди начали прославлять Бога за это чудо, еще одна волна исцелений пронеслась по всему залу. Это была сила Духа Святого. Дэвид, очень важный вопрос. А кто такой Дух Святой? Да, вопрос обширный. Но я бы сказал, что Дух Святой – это Иисус без ограничений и пределов. Дух Святой – это Иисус на облаке, если подобрать правильный термин. Дух Святой дает нам смелость евангелизировать, если возьмем Петра во второй главе Деяний. Тот же человек, который отрекся от Иисуса три раза. За каждый раз к Господу пришло по тысяче человек. Подумайте о Духе Святом, который возбуждает веру и заставляет нас верить в чудеса. Дух Святой помогает нам молиться. Нет человека, каким бы помазанным он ни был, кто знал бы путь к Богу. Лишь Дух Святой знает его. Он ведет нас в молитве. В поклонении он открывает нам Иисуса, делает его реальным для нас, зажигает наши сердца, и мы восхищаемся Иисусом. Дух Святой помогает нам ходить в святости. Он дает свободу тем, кто под гнетом стыда, болезни и греха. Дух Святой дарует свободу, он Дух Святости. Он рвет всякие цепи и разрывает зависимости и привычки, которые держали людей годами. Дух Святой освобождает пленных от демонического гнета. Дух Святой движется в нас и дает нам откровение Слова. Иногда мы читаем Слово и говорим, «Я хочу видеть Иисуса». Он берет информацию из Слова Божьего и превращает ее в откровение. Откровение меняет нас изнутри. Дух Святой подсказывает нам, что сказать. Мы говорим, «Дух Святой, помоги мне». Я не знаю, как привести его к Господу. Дух Святой побудит вас сказать слова, исходящие прямо от Отца. Дух Святой открывает сердце грешнику. И ранее упрямый и жесткий человек склоняется перед Иисусом как Господом. Дух Святой помазывает нас на служение и ставит в призвание. Он берет обычную жизнь и делает ее жизнью, которая изменяет мир. Всего миг пребывания с Духом Святым может изменить вашу жизнь. А жизнь, проведенная рядом с Духом Святым, меняет нации. Он дает особое рвение по Богу. Поэтому мученики готовы жертвовать собой. Дух Святой зажигает и возбуждает наши сердца пламенеть, вкладывая в них любовь Божию. Дух Святой дает нам все обетования Небесного Отца. И именно Он побуждает нас входить в волю Божию, а потом жить в этой совершенной Божьей воле каждый день нашей жизни. Не только каждый день, но и каждый час и каждую секунду нашей жизни. Да, ты точно любишь Духа Святого, но я хочу сказать вам еще кое-что. Для Него это не просто слова. В этих словах сила и истина, и в какой-то момент Дух Святой может побудить Его молиться о чудесах. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это Сверхъестественно. У Божьего Сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Дэвид, для меня огромная радость видеть такого молодого человека, наполненного Духом Святым. Ты пришел к этому откровению сам, и это понятно. Но как ты смог развить такие близкие отношения со Святым Духом? Это моя любимая часть. Расскажи мне как. Часто слышу проповеди. Все это прекрасно, но как и мне к этому прийти? Есть целые книги о близости с Богом, но они не говорят, как ее достичь. Я такой человек, что мне нужны конкретные практические шаги, чтобы я послушал, пошел и начал сам применять. О, да. Я хочу поговорить о двух вещах — молчание и тишина. Дело в том, что наша плоть, плотская в нас, позволяет делать многие вещи и не противится этому. Мы можем сидеть там, где все поклоняются Богу, можем смотреть христианскую программу. Даже атеисты читают Библию, но их плоть не противится. Но как только мы начинаем искать Господа, сразу противится наша плоть. Почему? Во время поиска Духа Святого плоть умирает, поэтому Дух Святой желает, чтобы мы его искали. В моей жизни был такой период стремительного роста моей духовности. Но однажды наступил момент, когда я словно столкнулся со стеной, не мог двигаться вперед. До этого все было замечательно. Я буквально парил, но тут я остановился. Кстати, Дэвид, многие говорят, что ударяются о стену и там и остаются. Они не продвинулись дальше. Они остались на том же уровне своего роста. То, что я скажу, прозвучит резко, но кому-то нужно это услышать. Доказательство того, что вы верите в молитву, в том, что вы молитесь. Мы не молимся только потому, что не верим, что это работает. Бог обещает нам, кто ищет меня всем сердцем, тот найдет меня. Он дает гарантию. Если веришь в это, то будешь его искать. А не веришь, не будешь. Моя награда сам он. И вот я ударился о стену, это не давало мне покоя. Но Дух Святой выше всех наших волнений. Чего я только не перепробовал. Я пытался искусственно подключить эмоции, надеясь, что так я смогу наладить связь с Богом. Не сработало. Я пытался использовать интеллект. Страстно молился, взывал Бог, почему ты мне не отвечаешь. Вот я. Не сработали. Эмоции и интеллект. Не сработала сила слов. Не воинством, не силою, но Духом Моим. Иисус говорит, когда молишься, войди в тайную комнату. Если есть молитва в тайной комнате, есть сила в твоем служении. И наоборот. Это мощная мысль. Надеюсь, вы услышали, что он сказал. Услышали? И затем мне нужно было научиться пребывать в покое. Это нелегко. Псалом 45 говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Чтобы получить откровение, нужно остановиться. Молчать непопулярно. Нас учат заполнять паузы, причем постоянно. Да, нам неловко от молчания. Ведь в тишине мы сразу понимаем свое внутреннее состояние. Мы говорим, я этого не чувствовал, пока не начал молиться. Дело не в том, что ты начал молиться, и враг начал тебя атаковать. Этот хаос в душе был всегда, но ты не останавливался, чтобы это осознать. Неудивительно, что ты ходишь в депрессии, стрессе и смущении. Этот хаос внутри уже давно. Он не появился, а обнаружился. Поэтому иногда мне нужно было 4 часа, чтобы начать ощущать Бога. Не только проявление Его силы, но и Его осязаемое пребывание. Мы должны ощущать Его. Я говорю абсолютную правду. Я бы не говорил это, не будь это правдой. Не проходит и 5 минут, чтобы я не ощущал Духа Святого. Не проходит и 5 минут, чтобы мысли о Нем не приходили в мой разум, или чтобы Он сам не сказал мне что-то в моем разуме. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы ты объяснил нам, что такое молчание. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть эта сверхъестественная. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Перед программой ты упомянул одну очень важную вещь. Дух Святой желает, чтобы Его искали. Пожалуйста, прокомментируй это. Есть несколько причин, почему Дух Святой желает, чтобы мы Его искали. Во-первых, это нас очищает. Когда мы ищем Его, наша плоть ослабевает, а Дух возрастает. Почему? Потому что плоти не нравится ждать. Когда мы начинаем искать Господа в молчании, и я скоро объясню, что имею в виду, в этот момент ваша плоть должна оставаться в покое. А иначе вы найдете способ как бы сбежать с молитвы. Но в этом есть сила. Поймите, шум не означает силу. Есть люди, которые очень шумят, но проявления силы мало. Сила Духа Святого приходит, когда я слаб, а он силен. Молчание дается легче. Все это вроде просто, но не все дается так легко. Молчание означает отложить в сторону все, что вас отвлекает. Тишина — это покой души. Это сложно. Как только вы начинаете молиться, в разум приходят страхи, опасения, мысли, возбуждающие стыд и неполноценность. Все это я называю внутренним хаосом. Дух Святой хочет научить вас доверять Ему. Он желает повести нас в глубины Божии. Но он ожидает вас у ворот покоя и тишины. У ворот покоя мы отдаем Ему все наши бремена и говорим, «Все это я доверяю в твои руки. Я верю тебе и последую за тобой, куда бы ты ни шел». Мы должны научиться подчинять свое плоть и воспринимать разумом то, что нам показывает Дух Святой. Это не то, что мы видим снаружи. Это жизнь изнутри. Я не позволю внешним обстоятельствам повлиять на то, что внутри меня. Я храню этот резервуар внутри, чтобы там пребывал только мир, радость и любовь. Как я это делаю? Размышляя над Словом, размышляя о Личности Иисуса, если вы принимаете откровение, которое дает вам Дух Святой, и размышляете над Ним, это приводит в покой вашу душу, и теперь Дух Святой может работать в вас. Ты рассказывал, что вначале тебе нужно было 4 часа, чтобы пережить это, а сейчас всего лишь несколько минут. Я был очень плотским и плоть-мешалом, и мне нужно было научиться, ведь все мы люди. Да, но от этого нужно получить свободу. Раньше нужно было 4 часа, а сейчас, честно говорю, и это доступно каждому верующему, я могу мигом войти к Богу. Я тоже живу обычной жизнью, что-то делаю, я не совсем космос, но посреди каких-то дел я могу войти в общение с Духом Святым, и Он начинает говорить со мной. Я вижу видение, порой я вижу болезни на людях. Все это доступно каждому, кто готов ходить в покой. Если вы делаете первый раз, будет трудно. Копая колодец, мы разгребаем кучу грязи, пока не доберемся до воды. Так же и здесь. Но как только мы отбросим грязь, то есть отвергнем плоть с каждым разом, вам будет все легче. Да, и несколько практических шагов для тех, кто собирается делать то, что когда-то начал делать ты. Итак, ты входишь в тайную комнату, и что дальше? Мы закрываем глаза не потому, что если не закрыть, Бог нас не услышит. Просто так нас ничего не будет отвлекать. И в этом ключ. Мы убрали все, что нас отвлекает снаружи, и фокусируемся на том, что внутри. Иисус сказал, «Из вашего внутреннего человека потекут реки живой воды». В первом послании Фессалоникицам говорится, что мы состоим из Духа, Души и Тела. Я откладываю тело и душу в сторону и вхожу в Дух. Как я это делаю? Я размышляю над Словом. Дам совет. Начинаю размышлять об Иисусе, что Он мой Избавитель, Целитель. Мне нравится представлять Его, как сказано в книге Откровения, что глаза Его как огненные. Если мы размышляем над этим Откровением, размышляем над Словом, то мы не просто представляем себе какой-то образ, что нарушило бы повеление Бога, но, как в Скинии, какие-то элементы отображали то, что происходит на небесах. Итак, я фокусируюсь на Откровении Иисуса. Моя душа в тишине и покое. Ничто меня не отвлекает. Один великий муж Божий сказал мне, «У тебя есть частная молитва. 45 минут поклоняйся. Начни просто думать об Иисусе. Поклоняться Ему. Иисус, я поклоняюсь Тебе. Ты драгоценный. Я люблю тебя. Ты целитель и избавитель. Даже сейчас я уже начинаю что-то ощущать. Ты ухватываешься за Откровение. Дух Святой вдыхает силу в Слово, и Слово начинает исполняться. Слово без Духа — это информация. Дух без Слова — это вдохновение. Но вместе они несут силу творения. И это начинает просачиваться в вас. Слова овладевают вами, и вы преображаетесь. Все очень просто. Не нужно ничего усложнять. Нужно размышлять над Словом Божиим. Дэвид исследовал всю Библию, что в ней говорится о Духе Святом. Я попрошу тебя сейчас зачитать несколько мест Писания и затем помолиться о нас. Начинай сейчас. Я исследовал Библию и действительно нашел, что в каждой книге Библии есть что-то о Духе Святом. В Бытии Он — Дух, носившийся над водой. Мне нравится слово «носился». Оно обозначает «парил над водой, как голубь». В книге Исход Он — огонь в кусте, зажигающий сердце Моисея, чтобы тот пошел и освободил Божий народ. В книге Левит Он — суверенный огонь, который может зажечь лишь Бог. Бог велел священникам хоронить огонь на жертвеннике, но не они его зажгли. Огонь пришел с неба. Мы должны блюсти огонь, но не мы его разожгли. В числах Он — Дух, отделивший людей веры от людей страха. Во второзаконии Он — облако днем и огонь ночью. Он ведет нас во все времена. В книге Иисуса Новина Он — Дух прорыва, разрушающий стены. Отчего стены пали? Они воскликнули, восструбили в трубы, и дыхание Божие разрушило эти стены. Дэвид, а теперь молись о нас. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, чтобы Ты начал возбуждать во всех, кто смотрит, жажду и желание знать Тебя глубже. И даже сейчас дай нам ощутить Тебя. Кто-то ощущает сейчас тепло, электричество, сейчас исцеляются болезни. Я вижу много всего, но я прошу Тебя, Господи, начни касаться людей, дай им переживать помазание, которое может разорвать любое ярмо. Я благодарю Тебя. Дух Святой, мы приветствуем Тебя в нашей жизни, в нашем служении, в нашей семье. Пусть все, что мы делаем, пропитается Тобою. Я молюсь о том, чтобы никто из нас не стыдился работы Духа Святого, чтобы мы не считали себя слишком умными и не отвергли того, кто построил церковь. Но, Отец, чтобы мы сказали в любой сфере, во всей своей сущности, добро пожаловать, Дух Святой. Делай, что Ты хочешь, что Ты только можешь сделать. Делай, что Ты хочешь в наших церквях, служениях, в целом жизни. Дай нам сдаться в Твои руки полностью. Пусть возвышается и возвеличивается имя Иисуса. Пусть Он станет для нас реальней, чем мы могли себе представить. Мы молимся во имя Иисуса, высвобождаем и соглашаемся просить об этом. Бог сказал мне, если у вас артрит в пальцах, то вы исцелены во имя Иисуса Христа. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Элис Крэсвелл. Если вы живете с болью, если вас подводит здоровье, то вам нужно чудо. Если вы не здоровы на все 100%, в духе, душе и теле, то это программа для вас. Не пропустите следующую программу, «Это сверхъестественно». И, конечно же, ожидайте ваше чудо. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...